Сегодня миллионы пользователей современных гаджетов наконец узнали, кого благодарить, разумеется, в кавычках, за свои финансовые потери. Специалисты ФСБ сообщили о задержании крупнейшей за последнее время группы программистов, которые создавали вредоносные программы. Логово киберпреступников, как выяснилось, располагалось в Калининграде. Попав в смартфон, вирус автоматически начинал отслеживать СМС-сообщения владельца, в том числе касающиеся управления банковскими счетами. Какое наказание грозит создателям и можно ли самостоятельно обнаружить такую программу, выясняла Вероника Николаева. Калининградских кибермошенников задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Хакеры использовали специальные вирусные программы для смартфонов на операционной системе Android. С их помощью преступники могли перехватывать СМС-сообщения и похищать деньги абонентов. Если с телефона нельзя было управлять банковским счетом, хакеры подключали номер пострадавшего к платному сервису, который периодически списывал со счета небольшие суммы. В разработке у черных программистов была и еще одна программа, которая могла блокировать данные на телефоне. В этом случае мошенники вымогали деньги за разблокирование устройства. В ходе операции сотрудниками управления ФСБ России в Калининградской области раскрыты механизмы обеспечения безопасности мошеннической деятельности. В частности, пронаврушители намеревались получать оплату за разблокировку мобильных устройств через систему анонимных платежей. Распространять свои программы хакеры планировали через рекламные сети, которые размещали на российских развлекательных и новостных веб-ресурсах. Зайдя туда со смартфона, пользователь попадал на мошенническую страницу и становился жертвой преступников. Специалисты предупреждают, что мошенники могут использовать как обещание, например, сообщение о том, что вы случайно выиграли приз или деньги с просьбой указать свой номер телефона, так и угрозы и предупреждения. Например, антивирус устарел срочно обновите или ваш аккаунт взломан. Далее пользователю устанавливается вредоносная хакерская программа. Попасться на такие уловки, говорят эксперты, могут в первую очередь дети и люди в возрасте. Чтобы уберечься от вредоносных программ, в первую очередь рекомендуется более осторожно подходить к использованию вашего устройства. В первую очередь это не устанавливать приложение из недоверенных источников. Как правило, даже не имея антивируса на устройстве, это оградит вас от 95% проблем, связанных с вредоносными приложениями. Несколько участников преступной группы уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Хакерам грозит тюремный срок. Вероника Николаева, Дмитрий Ситников и Алена Антонова. НТВ. Калининград.